привет с вами доктор Влад погода ну какая то и есть погода ребят есть же такое выражение не нравится погода в Чикаго подожди полчасика ну что то какое то солнышко ветер дикий так как говорила моя вторая ныне покойная жена ну инфаркт меня в конце концов тяпнет потому что ну инсульт у меня уже был ну вот осталось инфаркт почему вчера я вечером включил телевизор показывали путина сейчас я включил показывают ленина ленина как то как там написали что ленин преобразовал россию страну где богатство народное богатство делится поровну между всеми да ну да коммунисты ровнее да ну это ладно это отношение не имеет вообще у нас суббота воскресенье телевизор смотреть бессмысленно там либо вот особенно воскресенье там либо спорт какой-нибудь или в общем молится там что-то церкви показывают вот я насчет церквей как раз ну спросите меня кто я есть я верующий или верующий ребят не помню кто сказал что не люблю коммунистов но еще больше не не люблю анти коммунистов я не то ни другое еще вот сейчас ходит тоже бродит кто-то сказал что будущие фашисты будут называть себя антифашистами я не то ни другое не не верующие не не верующий но одно время я называл себя агностиком да это ну тоже то же самое не то ни сё да ну я допускаю что в мире не то что существует а полно всего того что не может объяснить наука кстати науки я тоже не верю то есть наука то есть конечно я не верю тем вот как я считаю что что то есть вас высокая значит в мире такое что невозможно объяснить и но папам я не верю никак вот и то же самое на науку я естественно верю вот а научным работникам но там это доцент доценты с кандидатами я им не верю почему я хорошо помню собак как как можно было защитить диссертацию там любую роль собаки в сельском хозяйстве женщинам вообще просто через постель но я думаю что и мужчинам тоже как нибудь так вот я помню как советские ученые доказывали что гречка вредна вообще в гречку нельзя есть а мясо это вообще это смерть сразу вот ну чё им с им сказали из партбюро что нужно говорить и все а что думаете не в америке не так что ли да господь здесь денег то еще поболее чем россии вот ученому поймают скажут вот у тебя плюс стоит ставь минус и все поэтому я вот вчера говорил насчет космоса да кто знает что там творится ох космонавты там выращивают укроп какой-то там он у них весь значит пожелтел и высох да они пишут все укроп вообще урожай центр центр гектара или там каких-нибудь рыбешек гупии там и выращивали а кто это проверить никто им чё скажут они так и сообщат да вот космонавты китайские вырастили рис ходили там у себя на борту по колено в воде ну вот и все вот очень я никому не верю вот но теперь насчет бога бога нет того того бога вот этого ярмарочного или аллаха там или как магомета их их конечно нет это все придумали для дурачков вот ну папы но вы сами я уже россию не беру ребята в россии все понятно они грабят население там собственно не чекисты все ну раз чекисты обычные в помог при погонах грабят население ну а эти то тем более у них вон шапка одна шапка стоит больше чем там не знаю московская многоэтажка вот конечно грабят здесь но здесь к религии немножко другое отношение у меня почему я сейчас объясню не потому что я такой американец прям вот ах америка вовка американец нет мне нравится то что здесь в церковь люди ходят не только для того чтобы там поклоны бить там и я кстати в церкви сдавал первый свой экзамен по радио ну комнатку они выделили все ничего не богатенькие буратеньки все я сидел там сдавал хотел сказать между крестов да нет обычная комната сдал экзаменом второй я сдавал в библиотеке ну радиолюбителей нет нет своего клуба в саратове был а вот в чикаго почему-то нету своего клуба но может самом чикаго есть но у нас нету тут ладно и собственно насчет церкви сюда ходят семьями ну конечно помолиться там послушать проповедь очередную от батюшки но потом здесь церкви то клубы по интересам на маши там встречаются обсуждают новые рецепты какие-то там растения ля-ля-ля дети знакомятся вот молодые люди тоже знакомятся здесь так понимаете в общем это мне нравится конечно а вспомнил 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 когда я работал маленькой психболицей так что-то это было по телевизору когда-то но вот когда я работал маленькой психболицей больница у нас была там медсестра жуткая верующая ну сколько ей было ну старая уже ну лет сорок вот но мне тогда было 30 с чем-то не важно вот и вот она глубоко глубоко верующий делает укольчик кресится мы обратим внимание говорю ну как что такое взяли она с удовольствием поддержала разговор да я верующая я всегда молюсь за всех больных и за себя и за каждый укольчик и все такое прочее мне это помогает но она адвентистка седьмого дня я не вникал не вникал особо чё это она сама рассказывала мы собираемся там у кого-то на хазе будут между собой беседуем и говорит очень интересно бла-бла-бла они умеют говорить об этом они умеют вот эти вот которые к церквям имеют отношения они умеют говорить и приходи к нам у нас молодежи полно ладно хорошо ну я говорю можно где это все много учти учти что если если ты придешь уже назад возврата не будет ты от нас уже не уйдешь думаю себе вот это да ну я говорю ну хорошо я подумаю ладно потом я еще с церкви один раз у нас там монастырь дмитрове я не буду рассказывать почему то это это вообще это как в том анекдоте грузин ложится с женщиной в постели надевает шапку валенки а чё такое яголь закончу зима будет но вот и то же самое я не буду подробно я ходил туда в монастырь вот там меня был вопрос да ничего меня пропустили запросто захожу туда-сюда ну дали мне кого-то там ну не главного конечно я с ним побеседовал я выяснил да в общем короче говорят все что я у него спросил это все от дьявола только от дьявола все от дьявола я говорю а как сделать так что это было бы ну не от дьявола скажем так ну а бог да вот я спокойно всегда с ними говорил ну тогда приходи к нам молись туда-сюда думаю ну ладно хорошо я подумаю а еще я с ними сталкивался с этими ну с попами да как невзоров говорит когда я работал врачом в обществе инвалидов да это у меня было тоже биографией ну вот они вокруг вот эти попы все время вокруг нас терлись потому что если связываешься с обществом инвалидов там какие-то налоги списываются еще что-то но в общем они вокруг нас тоже кормились ну вот так ребята то есть что-то что-то то что нельзя объяснить вот не то что что-то дофига всего вот но заниматься этим некому совершенно но до сих пор я всегда пример пример привожу до сих пор никто не знает что такое сон я вчера в твиттере прочитал что может быть сон это вообще это это и есть жизнь а вот то что считается явью это просто чтобы набирать для сна какую-то информацию и опять и живешь ты только во сне может и так никто до сих пор не знает для чего человеку сон вот и почему это так выглядит потому что никто же его не видел чужой сон то никто не видел все только сразу расклада рассказов вот так то есть наука слабо вот ну насчет бога выполню это бог я имею ввиду вообще кого угодно там будда аллах там ну все 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 то есть это что-то там есть но так как как сказать обрисовывают это там в библии там в коране вторе как удобно понимаете как удобно для тех кто всем этим стадом руководит кто этих овес овец таскает туда-сюда за собой главное деньги поднести ну вот у меня такие мысли ребята ну хотите спорьте не хотите не спорьте мне как-то как-то все равно это вот такие мысли и все я с вами поделился как я выяснил то что вот я болтаю так вот просто без подготовки без экрана ну смысле без новостей там что-то такое ну как-то нравится народу ну пока собаки здесь а куда они денутся